Тора перечисляет нам три заповеди, за которых как награда является то, что у человека будет длительная жизнь. Причем длительная жизнь именно в этом мире. То есть Тора обещает продолжительность жизни. Это за исполнение заповеди Мизуза, за исполнение заповеди Шло Хакен. Шло Хакен это такая интересная заповедь, если может быть кто не знает. Это если человек идет по лесу, ну или не обязательно по лесу, и видит гнездо и хочет взять яйца, он должен сначала прогнать обязательно мать, а потом взять эти яйца. И третья заповедь, за которую обещает нам Тора долгие годы жизни, это уважение родителей. Есть еще один совет Шо Хана Рухи в своде юридических законов. Но это не заповедь, это скорее медицинский совет, который тоже продлевает жизнь. Это если человек делает свои дела в туалете, не торопясь. Если человек не торопится справиться свою нужду, это тоже продлевает жизнь. Но это, еще раз говорю, это не заповедь по Торе, это скорее медицинский совет. И, наверное, уважение к родителям это заповедь, в которой самым очевидным образом видна взаимосвязь между заповедем и ожидаемой за нее наградой. Принцип меры замерывания самым очевидным образом видится. Почему? Потому что, когда человек уважает родителей, то есть он проявляет уважение к взрослым, проявляет уважение к пожилым, и даже не обязательно к родителям, а к всем людям в возрасте, то мера за мера ему продлевается жизнь. Может быть, кто-то знает тоже связь мера за меру в заповеди Мизуза и Шло Хакен. Может поделиться в комментариях. Говорит нам Тора, что уважение учителя, человек должен уважать своего учителя больше, чем он должен уважать своих родителей. Почему? Потому что родители, в частности отец, дает человеку жизнь в этом мире, то есть он родил физически. Но учитель, от которого он учит Тору и набирается мудрости знать Тору и соблюдать ее заповеди в богобоязненности, за это человек получает удел в будущем мире. И так как ценность будущего мира, она, согласно еврейским ценностям, системе ценностей, является выше, чем ценности этого мира, поэтому уважение учителя стоит даже выше, чем уважение родителей. Однако, самый лучший вариант, если у человека его учителем является его отец, и тогда, получается, совмещаются два этих плюса. Тора нам говорит, есть такой посук, Если перевести это на русский язык, то перед сединой вставай и уважай старца. Отсюда мы учим, что нужно вставать перед знатоком Тора, даже если он молодой. Но есть тоже такой интересный закон, что если человек славится своими добрыми делами, заповедями, а человек, который делает много заповедей, нет, мы сейчас не говорим о таком человеке, который кичится тем, что он делал много заповедей, тем, что этим хвалится, тем, что он этим хвалится. Нет, человек может быть абсолютно скромный, просто действительно, как он, известный человек, который делает много хороших и добрых дел. то сам этот факт, что человек делает много хороших, добрых дел, еще не обязывает нас оказывать ему особую почесть, например, вставать перед ним. Однако человек, если он знаток Тора, он ученый Тора, то сам этот факт уже обязывает нас перед ним вставать. Однако есть очень такой интересный момент, что если человек просто исполняет заповедь, тогда даже если самый простой еврей, который вообще неизвестен какими-то большими количествами добрых дел, а просто самый простой еврей одевает филин, то перед этим человеком нужно встать, именно в тот момент, когда он исполняет заповедь. А если человек просто сидит и учит Тору, хотя изучение Тора это тоже заповедь своего рода, все равно такой заповеди нет, что перед человеком, который изучает Тору, перед ним нужно встать. Такой заповеди нет, и перед человеком, который учит Тору, не надо вставать. Еще раз у нас есть такое противоречие. С одной стороны, если человек просто знаток Торы, даже если он не изучает Тору, перед ним нужно встать. Человек, который славится своими добрыми делами, перед ним вставать не надо. Однако в момент, когда человек изучает Тору, если он не знаток Торы, перед ним не надо вставать. А в момент, когда человек исполняет заповедь, даже если он не какой-то суперизвестный человек с своими добрыми делами, перед ним не надо вставать. И еще в понятии это противоречие, нужно вообще разобраться в разнице между Торой и заповедями. И в самом общем смысле разница между Торой и заповедями, что когда человек исполняет заповедь, например, заповедь Филин, то шхена почет над ним. Что имеется в виду шхена? Это бесконечный божественный свет. Именно в этот момент, когда человек исполняет заповедь, он притягивает этот мир в бесконечный божественный свет. И поэтому к уважению к этому свету, который притягивает еврей, исполняя заповедь, мы должны оказать ему почет и уважение и, как следствие, перестать перед этим человеком. Однако при учебе Торы притягивается святость более низкого порядка. То есть не притягивается бесконечный божественный свет, но изучая Торы, тоже святое дело, святое занятие. И так как каждый человек понимает Тору по-разному, то и тот свет, который раскрывается при изучении Торы, каждым разным человеком, он тоже по-разному, в каждом соответствии с тем, той ступенью познания, которая у него есть. То есть если человек, который большой мудрец Торы, то он притягивает соответствующий ему божественный свет. Человек, который совсем простой, он тоже притягивает свет, но на его уровне, на том уровне, который он постигает и понимает в Торе. Но даже самое великое понимание в Торе, даже самого большого мудреца, этот свет не сравнится с тем светом, который притягивается в момент исполнения заповедей. Если человек исполняет заповедь, в этот момент притягивается свет несоизмеримо больше, чем свет, который притягивается при изучении самым лучшим мудрецом на планете. Поэтому главная цель учебы, это, конечно же, исполнение заповедей. То есть зачем мы учимся? Чтобы знать, как исполнять заповеди. Потому что при исполнении заповеди мы притягиваем бесконечный божественный свет, который несопоставимый с тем светом, который мы притягиваем, изучая Тору. Однако в изучении Тора есть тоже свой особый плюс, особое преимущество над исполнением заповедей. Почему? Потому что когда мы изучаем Тору, то этот свет, хоть он и не такого высокого порядка, но он проникает внутрь. Это изменяет нас чуть-чуть. Это немножко дает нам... Здесь еще важно, может быть, отметить, что изучение Тора должно влиять на человека. То есть если человек изучает Тору, чтобы быть просто мудрецом, чтобы его уважали, но он не изучает для того, чтобы исполнять Тору или обучать других, то это вообще не считается в полной мере святостью, это не считается в полной мере изучение Тора. Но если человек изучает Тору действительно для того, чтобы связаться со Всевышним, для того, чтобы знать, как исполнять заповеди, для того, чтобы их соблюдать более тщательно, то такой человек, несомненно, притягивает этот мир в свет. Причем свет, который проникает внутрь. Это изменяет человека, это обязывает его совершать поступки, хорошие, добрые дела. Даже просто предупример. Если человек будет один раз изучать о том, что как важно одевать Тфилин, то потом он будет сам одевать Тфилин без какой-либо помощи и уговоров. То есть человек просто одел Тфилин. Ему там один раз уговорили, два, три, пять, хоть сто раз его уговорили. Если он вообще не понял, что такое Тфилин на самом деле, а понял, что это какая-то там заповедь, то у него не будет потом желания одевать Тфилин еще раз, если его никто там не попросит. Почему? Потому что при исполнении заповеди это свет, хоть он такого высокого порядка, это свет, который окружает все миры. Но так как этот свет не проникает внутрь, он не изменяет человека, человек не становится другим, потому что это свет, который как бы облекает все миры, который не может проникнуть внутрь миров, потому что он настолько высок. Поэтому это не влияет так сильно на человека. Ну и косвенно это, конечно, влияет. Понятно, что человек исполнит заповедь, так как он притягивает этот свет, это на него тоже оказывает какое-то воздействие. Но, грубо говоря, это воздействие не столь ощутимо, как воздействие при изучении Тора. Потому что при изучении Тора, опять же, свет, хоть и не такого высокого порядка, но он проникает внутрь и изменяет самого человека. Это преимущество, которое есть в Торе. Вот, и теперь, собственно говоря, мы подходим к ответу на наш вопрос, который у нас был. Почему человек, если он изучает Тору, то перед ним не надо вставать? Потому что свет он притягивает не такой высокий. Человек, который исполняет заповедь. Так как в этот момент, когда он исполняет заповедь, он притягивает бесконечную божественную свет, шхину, то мы встаем перед этой шхиной. Однако человек, который мудрец Торы, даже если он сейчас в данный момент не изучает Тору, то так как он, этот свет, да, хоть он и не такого высокого порядка, но этот свет полностью вошел в него, и мудрец Торы стал как самый ходящий свиток Тора, да, сам стал как Тора, то мы встаем уже, получается, не перед ним, мы встаем перед той Торой, в которую он превратился, да, в те знания, в ту святость, в которую он в себя вобрал. Однако человек, который делал даже много добрых дел, да, и много помогал другим, так как все добрые дела, Тора, это свет, который окружает все миры. И несмотря на то, что он сделал много этих добрых дел, то свет все равно не проник внутрь, вот. Поэтому перед таким человеком Торан нас не обязывает вставать. Ну, понятно, что мы можем встать перед этим человеком, если он просто очень известный, его уважает и ценит, понятно, что перед таким человеком можно встать. Но мы сейчас говорим непосредственно с точки зрения буквы закона, что само то, что человек сделал много добрых дел, это Тора не обязывает сам этот факт нас перед ним вставать. И почему, еще раз повторю, это очень понятно, потому что исполнение добрых дел притягивает свет, который окружает все миры, и этот свет не проникает настолько внутрь, чтобы изменить суть самого человека. И поэтому перед таким человеком нет прямой обязанности вставать. Говорят наши мудрецы, что Иерусалим был разрушен из-за того, чтобы последней каплей в разрушении Иерусалима было в том, что мудрецам не оказывали достаточный почет и уважение, презирали мудрецов Тора. Почему именно презрение к мудрецам Торы, это является очень страшным симптомом и началом, не дай Бог, всех духовных падений и серьезной духовной болезнью всего еврейского народа то, что предстают уважать мудрецов Торы. И, к сожалению, это не только тогда было, но и сейчас мы, к сожалению, можем такое наблюдать, это падение авторитета мудрецов. То есть, если раньше какой-то там большой раввин мог сказать какую-то вещь, его там все сразу слушались, там запретить, не знаю, пользоваться интернетом, там сразу никто бы не пользовался. Сегодня, к сожалению, у мудрецов Тора, у рабоним нет такого авторитета, их общество уже меньше слушает. И, конечно, не хотелось бы продолжать наш урок на мажорной ноте, но этот момент нужно обязательно затронуть. Потому что мудрецы Торы – это глаза общины, они ведут нас, они мотивируют нас. И если у нас нет теории, то без теории нам никуда, без теории мы, не дай Бог, можем пропасть. Именно Тора позволяет нам сохраниться как еврейскому народу. Именно Тора позволяет нам сохранить то, что мы имеем право на существование, и то, что мы еврейский народ. Причем не просто Тора, а Тора именно то, как ее нужно соблюдать согласно закону, согласно еврейскому закону и Аллахе. И кто в первую очередь поддерживает, кто является головой всего этого духовного организма, который поддерживает эту жизненность, то есть Тору в теле всего еврейского организма, это именно мудрецы. Если мы не даем достаточно уважения мудрецам и пренебрегаем ими, то это получается наносим ущерб самому главному нашему жизненному органу – голове. И поэтому в первую очередь должно быть уважение к мудрецам Торы, нужно их слушать, и тогда все беды нас, дас Бог, не коснутся. И мы в скорости встретим праведного Машиха, в скорости наши дни.